Приветствую вас! Я, если честно, думаю, что основная сложность заключается не в том, что, грубо говоря, вас кто-то обвиняет, да. Основная сложность заключается в том, что вы сами считаете себя виноватыми, только вы сами себя обвиняете. Мне кажется, что сложность, она в этом основном заключается в том, что вы ищете виноватых вообще. Виноватых как таковых вы ищете. Вот. То есть понятно, что виноватых ищут все, да, да, вот. В данном случае начальство. Но вопрос заключается в том, как вы себя чувствуете. То есть чувствуете ли вы реально, что виноваты? Вот. И если да, то конкретно в чем? Понимаете? То есть здесь не нужно искать, как бы, оправдание в себе, да, чтобы мы вас оправдывали, например, или там, кто-то еще вас оправдывал. На деле в этом нет никакого смысла и идеи, потому что мы скажем, допустим, что вы не виноваты, да. И что дальше? Ну, мы сказали, что вы не виноваты. Хорошо. А дальше что? Вас все равно как будут, ну, как обвиняли, да, вот. Так и будут обвинять. Вы же это, наверное, понимаете? Вот. Самое. Поэтому дело здесь не в том, не в том, кто виноват. Дело здесь в другом немножко. Дело в том, скорее, как вы себя поставили. Вот. Понимаете? То есть, грубо говоря, если вы поставили себя так, что начальство позволяет себе вас ругать. Вот. Ну, то это вопрос, он, скорее, уже к вам. А это такой вопрос именно к вам по поводу того, почему так стало возможным для вас? Да, то есть, почему стало возможным для вас, что вас могут ругаться, например. Вот. Это важно. Это важно, это очень на самом деле важно. Вот. В этой ситуации. Дальше идем. Значит, смотрите. Сейчас мы разберем немножко всю ситуацию в целом. Я занимаюсь отгрузками продукции и штукой. У нас нет грузчиков, поэтому грузу я сама и довольно часто происходит недогруз продукции. Знаете, Александра, мне, честно говоря, не очень здесь понятно. Ну, то есть, если вы грузите сама, вот, то, а, и при этом вы являетесь старшей ещё. То есть, если вы являетесь старшей, значит, вы являетесь старшей, ну, над кем-то. Вот. Если вы являетесь старшей, то почему? Почему? А не грузят те люди старшей, над которыми вы являетесь? Согласитесь, это несколько странно. Дальше. Так. Довольно часто происходит недогруз продукции. В этом обвиняют меня, так как я являюсь старшей. Ну, в принципе, вас не только обвиняют, вас скорее призывают к ответственности, да, потому что, ну, а как, собственно, если вы за это отвечаете, да, и происходит недогрузка ещё, и когда вы занимаетесь, соответственно, погрузкой, да, ну, вот, отгрузкой, то, соответственно, кого ещё, кого ещё как бы обвинять, да? Ну, вот. То есть, здесь, конечно, аспект именно такой. Ещё раз, вас не обвиняют, что вы воспринимаете это как обвинение и как угрозу, возможно. Но вас не обвиняют. С вас спрашивают. Это разные вещи. Понимаете? То есть, есть как бы, ну, проблема. Вот. И с вас спрашивают, как эту проблему решить. Понимаете? Вот. Дальше. Так, когда нас... Так. Когда мы грузим на поддоме, то проблем не возникает, и недогруза нет. А кто именно грузит, если вы только что сказали, что вы грузите, и вы старшая? То есть, я не очень понял. Кто именно грузит-то? Конкретно, кто грузит? Кхм-кхм. Если не вытогнут, то ещё. Вот. Дальше. Вы пишите, если грузим на поддоме, то всё в порядке, а недогруза нет. А если грузим насыпью, то, соответственно, недогруз. Ну, так и... Значит, когда вы грузите насыпью, то что-то идёт не так. Вот. Нужно это просто проанализировать, что именно идёт не так. Что конкретно происходит. Вот. Проанализировать, что именно делаете вы, что именно делают другие. Вот. Понимаете? Вот. И... Всё. Соотве... Соответственно. Сальстон. Так. ээээ... Так. Ээээ... Такая же история и при подч provocке склада. Какая же история и при подсчёте склада?ылка? Какая история? То есть, понимаете, мы не разбираемся в этой сфере, в сфере погрузок товара. Но мы психологи. Нам нужно больше информации. Какая именно история и как именно она касается склада. То есть, что именно повторяет склада. Конкретно, опять же. Понимаете? Вот. Потому что пока не понятно, о чем именно идет речь. Вот, о чем именно в вашем тексте идет речь, не ясно абсолютно. Понимаете? Вот. То есть, как бы, вы, у вас очень резкий переход. То есть, значит, когда мы груз и грузим на поддоны проблем нет. Когда грузим и грузим нацепь, то часто не хватает одной, что больше коробок. Меня вызывает начальство и ругает. Значит. Я не могла посчитать пару коробок. Так. А? Позакнуто, что происходит? Знаете? Ну, то есть, их сторона, да, сторона начальства. Она понятна. Нам. То, что думает начальство, да, по отношению к вам. Это понятно. Хорошо. Обязательно считайте, что виноваты вы. Ладно. Ладно. А что вы-то думаете сами? Ваша позиция какая? Ваша позиция в чем заключается? Если вы делаете, если вы делаете все, что от вас зависит, например, и все равно это происходит, значит, ответственность не ваша. Но вам, как старший, нужно найти, как бы, тех, кто ответственный за это. Потому что начальству-то не важны ваши оправдания. Начальству-то нужен результат. Понимаете? Ну, то есть, тут опять же, ваша позиция, она какая? Она в чем? Она где? Она как проявляется в ваша позиция? Вот. Только вы поймите, я вас не обвиняю. Я вчера, да, не хочу, не хочу вас обвинять. И обратно хочу, чтобы вы, эээээ, ну вот... Поняли. Чтобы вы поняли. Чтобы вы поняли. как обстоят дела, чтобы вы поняли, что именно происходит, да, вот, и, соответственно, чтобы вы решили для себя, да, чтобы вы решили для себя, что конкретно вы можете сделать в этой ситуации, вот, то есть как вы можете на эту ситуацию, там, грубо говоря, повлиять, например, вот, можете ли вы на нее повлиять, на эту ситуацию, если да, то, соответственно, как вы можете повлиять на эту ситуацию, вот, понятно, о чем идет речь, так, списывают на то, что ты молодая, почитать элементарного не может, вот в этом и вопрос, вы настолько невнимательны, или просто во мне нашли куклу для битья и сброс своей энергии, так, а, смотрите, получается, что, получается то, что вы не уверены в своей внимательности, то есть вы как бы, ну, вы сомневаетесь в том, насколько вы внимательны, получается, мы за вас, мы за вас, сказать, насколько вы внимательны, да, не можем, вот, ну, потому что мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем, как обстоятельства, мы не знаем, что конкретно происходит, вот, ну, вот у вас, в вашей ситуации, вот, понимаете, мы не знаем, мы не знаем, и говорить о том, кто здесь конкретно виноват, да, говорить о том, значит, кто конкретно, значит, не прав, вот, мы не можем, потому что непонятно, что делаете вы, вот, свою позицию, свою позицию по данному вопросу вы не озвучили, то есть вы не сказали, что я там, например, допустим, делаю там, там, то-то-то-то, вот, что я там, например, стараюсь там сделать то-то-то-то-то, вот, понимаете, этого нет, и, соответственно, раз этого нет, раз этого нет, значит, нет, и второй, ну, второй стороны, как бы, вот, и всё, и раз нет второй стороны, значит, соответственно, непонятно. Да, возможно, вас и нашли, как бы, куклу для битья, возможно, может быть, может быть, нашли куклу для битья, может быть, но узнать, как это или нет, можно только после того, как будет понятно, что конкретно вы делаете, и делаете ли вы что-то конкретно для того, чтобы этого ситуации не было. Вот, поэтому, прежде чем искать виноватых, прежде чем искать виноватых, я рекомендую вам сперва определить, всё ли вы делаете для того, чтобы не было недогруза. Вот, конкретно вы, что ли вы делаете, вот, если всё, лично вы делаете всё, значит, в таком случае, вполне возможно, что дело в ком-то и с сотрудником. Вот. Уже смотрите и отслеживайте, кто что и как грузит, потому что сам по себе недогруза образоваться не мог. Если вы твёрдо уверены, что вы и, соответственно, ваши сотрудники сделали всё правильно, сделали всё хорошо, вот, а недогруз все равно есть, то тогда вашей ответственности в этом нет. О чём вы можете сообщить начальству? Ну, если вас задевает то, что они говорят, если вас напрягает то, что, как бы, если вы считаете, что это обвинение, ну вот, если вас обижают, что вам говорят, что вы, вот, дескать, молодая, там, не можете посчитать чего-то и т.д. и т.д., то это уже вопрос вашей неуверенности в себе. Понимаете? И вопрос неуверенности в себе никак, повторяю, никак не связан с тем, что вы делаете сейчас. Вопрос неуверенности в себе, скорее всего, был у вас изначально. Вот. То есть вопрос неуверенности в себе был, скорее всего, ещё до того, как вы пришли на работу. Вот. Понимаете? И работать вам, соответственно, нужно именно с этим. Именно вот с тем, соответственно, что происходит. Вот. Отдельного пункта заслуживает вопрос. Я даже его вынесу в заголовок этот вопрос. То, что у вашей компании нет грузчиков, поэтому вы грузите сама. Вот. Я, конечно, не знаю, что именно вы грузите, да, какой товар, может быть, этот товар, ну, не тяжёлый. Вот. Но вы согласились на то, чтобы грузить товар. То есть выполнять работу, на которую обычно назначаются специальные люди. Я вопрос, для чего, а зачем? Почему вы согласились на это? На то, чтобы вот работать ещё и грузчиком. Вот. То есть то, что нет грузчиков в компании, это не ваша проблема, вы не обязаны это делать. А если делать, вам положено дополнительная зарплата. Ну, как бы, доплата. Вот. Понимаете? И этот момент требует проработки. Как требует проработки и тот момент, что... Вот вам говорят, что вы молодая, не можете подсчитать. А насколько вы молодая, чтобы грузить товар? То есть для этого вы нормальные, а для этого вы молодая. То есть когда выгодно вашей молодостью пользуетесь, а когда нет, то нет. И ответственность за это несёте в том числе и вы. То есть понятно, что начальство вас использует. Понятно. Но оно использует вас, потому что вы позволяете. Вопрос в том, что вы хотите делать. Кем вы хотите делать. Кем вы хотите быть. Какую часть работы вы хотите выполнять. И какую обратную связь и награду вы хотите за это получать. Насколько вы свободны в выборе своей работы. Вот что, на мой взгляд, тоже важно. И о чем вам стоит подумать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok